Ну что, друзья, всем большой привет! И это видео я обещала снять, в котором я покажу вам покупки, которые я уже совершила для своего малыша. Если честно, все, что мы покупали, это не было запланировано списком. Это не было, в принципе, запланировано. Мы просто это взяли и купили. Как-то вот постепенно мы приходили в один магазин, в другой магазин. Это увидели, купили, то увидели, купили. Но в совокупности, в общем и целом, все это, в принципе, нужно. И мы не покупали вроде как ничего лишнего, на мой взгляд. И вот здесь, в этой кучке, есть все практически, что мы купили. Ну и начнем! Первый мешочек, который я здесь нашла. Сразу скажу, что я не люблю тратить много денег на одежду для себя. И это будет касаться моего малыша. То есть я люблю покупать много одежды. Я люблю одежду, естественно. Но при этом я не тот человек, который купит себе футболку за 5000 рублей. Я лучше куплю себе 5 футболок на 5000 рублей. Буду их менять каждый день, чем я куплю одну и буду ее носить постоянно. То есть я жадная до денег в плане одежды. И поэтому, если я, например, вижу хорошую, качественную одежду, дешевую, детскую, я куплю это в первую очередь. То есть учитывая то, насколько быстро растет малыш, то насколько, в принципе, как бы нет необходимости покупать дорогую одежду из хлопка, если можно купить дешевую одежду из хлопка, при этом качественную. Я не говорю, что я еду на рынок, покупаю на рынке одежду, там, какую-то китайщину или что-то. Нет, я не приверженница того, что лучше купить на рынке из Китая, чем, там, не знаю, российская, например. Ну и, в общем-то, в продолжение того, что я люблю дешевое, я купила, в общем, здесь раз, два, три, четыре пары носков. Они просто крохотные, они очень-очень маленькие. Но и невозможно передать словами, насколько они маленькие, при этом они махровые, они тянутые, они достаточно теплые. И, в общем-то, да, в общем, мне понравился этот мешочек, я его купила. Далее, очень полезная, очень нужная покупка, это два таких полотенца, полотенца-капюшон или как это называется, ну, в общем, вы поймете, о чем я говорю. Здесь есть перчатка для того, чтобы купать малыша. И есть, собственно, само полотенце, вот эта вот часть одевается на голову, эта часть на само тело. Мне очень понравились эти полотенца тем, что они, как вам сказать, они вот вроде очень простые, при этом они очень вроде были дешевые, насколько я помню. В общем, полотенце вещь нужная, мы ее приобрели, конечно же. Вот. Ну, то, что они розовые, я не буду никак комментировать. Все-таки мы ждем девочку. Дальше. Если меня смотрят какие-нибудь московские жители, то, вероятно, вы знакомы с таким магазином, как Винни. Но дело в том, что Винни – это магазин супервысокой ценовой категории. Это просто, просто жесть, какой дешевле дорогой магазин. То есть там можно найти бренды. Это как целом для взрослых, так, собственно, и Винни для малышей. Но, к моему большому удивлению, там мы купили распашонки. И я хочу сказать, что эти распашонки, они в российские. И вот у меня остался здесь чек. Мы потратили 800 рублей, и при этом мы купили раз, два, три теплых распашонки. И раз, три, четыре, пять. И пять нетеплых распашонок. Они совершенно незамысловатые. Они не без всяких там причиндалов рисунков, что очень для меня важно. Теплые они на заклепке, а холодные они просто. Просто распашонка, как распашонка. Я была очень удивлена, честно говоря, когда я увидела в Винни стенд с подобными вещами. Там были и пеленки, и все такое хлопковое российское. Я была очень приятно удивлена. И, естественно, мы купили, и я довольна. И, если честно, мне кажется, что пакет стоит дороже, чем эти распашонки. Ну да ладно. И коробка. Коробка, в которой у нас лежат вещи, которые мы купили еще до того, как мы узнали, что у нас будет девочка. Если честно, изначально мы предполагали, что у нас будет мальчик, но при этом где-то в глубине души было какое-то сомнение. И, ну, и как бы полагаться на то, что мы чувствуем, и нам кажется, что это мальчик, это неправильно. Ну, и, собственно, так и получилось. Но при этом мы старались покупать какие-то вещи. Терпения ведь нет. Мы старались покупать вещи, рассчитанные и на мальчика, и на девочку. Но это мы уже купили, когда мы знали, что у нас будет девочка. Это бантик с ибэй. Да, дорогая. Она тоже очень хочет с вами поговорить. Это просто такой вот бантик на резинке, на голову для... Для, не знаю. Ну, почему нет? Это ибэй, и это стоило, может быть, доллар, может быть, чуть больше. Ну, мелочи. Так, теперь костюм на осень. Я так думаю, это 3-6 месяцев. Как раз, получается, в июле мы родимся. Дай бог, и в июле мы родимся. И вот где-то, наверное, так, октябрь-ноябрь можно будет уже... И вещь сама по себе очень хорошая, сделана во Вьетнаме. Внимание. И вообще, мне, в принципе, нравится такой цвет. Мне нравятся такие вещи, такого плана нейтральные, без всяких цветочков, бабочек и всего такого. На ножке есть обязательно такие ботинки. Капюшон. Обязательно на ручки, варежки. И, в общем, я довольна этой вещью. И нисколько не пожалела о том, что ее купила. Посмотрим, как она будет себя проявлять в действительности. Понравится ли она нашей малышке. Это моя первая покупка. Из одежды. И просто... Если честно, мне понравились штаны с пандами. Я просто растаяла, когда я их увидела. И, ну, я не знаю. Мне понравились штаны с пандами. И полоса точно мне тоже понравились. Вот. Ну, штаны и штаны. Ничего особенного. Так, здесь у нас вот такой вот комбинезон. Мне понравилось в нем то, что застежки, да, вот, заклепки, они идут как бы вот сбоку и по всей длине. То есть они не только на плечах или там, не знаю, не только на животе, но они вот полностью... То есть это очень удобно на самом деле. Так. Это купила мама. И это совсем не маленькая вещь. Я хочу сказать, это 80 сантиметров. То есть это нам, наверное, уже, я не знаю. Я говорю, потому что здесь написано, что это на мальчика. На ценнике. Вот. Вот о чем я говорила. Что мне нравится, когда заклепки сверху или вообще по всей длине, но никогда не снизу. Мне кажется, что это не самый удобный вариант. Но все же есть и есть. Дальше. Это тоже уже вообще-то... Это вот мы покупали, если у нас будет мальчик, это совсем большой костюм. И я от него не в восторге. Не знаю, почему. Я не люблю котят, щенят вот на одежде. Но бабушка покупала. Это купил муж, потому что... Ну, мне кажется, такая вот штучка есть у всех. Ну, просто вот как I love New York, так и I love mommy and daddy. Вот так. Еще один такой летний вариант. Вот здесь два боди, которые мне очень нравятся. Почему? Я, во-первых, очень люблю, как вы заметили, светлое. И опять же, вот. Вот о чем я говорю. Мне нравятся, когда заклепки, вот они сделаны вот таким образом, как распашонка, грубо говоря. То есть и здесь, и здесь. В общем, одеть малыша намного проще так, нежели залазить, нежели просовывать его голову через вот воротничок. Пока он маленький, это не самый удобный вариант. Дальше царапки обязательно. Но в наборе на выписку, которым мы планируем выписываться, будут другие царапки. Но эти тоже, конечно, пригодятся. Лишним не будет. Теперь это тоже одна из моих первых покупок. И одна из моих любимых покупок, это снова носки. И почему-то они мне очень сильно нравятся. Они такие вот, такие. Здесь написано baby, и здесь написано baby. Здесь звездочки. И они, опять же, такие унисекс. Не побоюсь этого слова выше. Дальше. Это снова покупка с ebay. Это, да, это кеды. Мне почему-то очень сильно нравятся эти кеды. Ну, как бы, я понимаю, что ребенок в них не будет ходить. Но почему нет? Кеды это серьезно, брутально. Тем более, мы уже думали, что у нас будет мальчик. И поэтому у нас здесь просто все четко. Не конверс, конечно, но и... Шапочка. Немножко она великовата, на мой взгляд. Ну, посмотрим, какая у нас будет голова. Но в любом случае, лучше большая, чем маленькая. И здесь еще две шапочки обязательно. И вот этот мой самый нелюбимый, если честно, комбинезон. Но он у нас тоже есть. И это тоже бабушка. А, и, конечно, слюнявчик. Этот слюнявчик, это особенный слюнявчик. Потому что он появился у нас, наверное, больше, чем год назад. Как-то маме на работе подарили слюнявчик при каких-то обстоятельствах. И, в общем-то, мы его берегли. И так получилось, что не зря берегли. В общем, у нас уже есть слюнявчик. Так. Убираем. Прибамбасы, прищентал. А в другой коробке уже такой мыльно-рыльный. Все, сейчас покажу. Так. Ёршик для того, чтобы промывать пустышки и бутылочки. Термометр для ванны. Назальный аспиратор. Детский маникюрный набор. Здесь есть пилочка, ножницы безопасные детские и щипчики. Натуральная детская губка для мытья и массажа с экстрактором алоэ вера. Да. Эко-френдли. Какая-то вот специальная детская губка. Здесь даже есть инструкция по применению. Детские нагрудники. Одноразовые. Вот три пачки. Ну, я не знаю, я еще не неопытная такая мама, в общем-то. И не знаю вообще, пригодятся ли они нам. Но мне кажется, что это все-таки не слюнявчик. Это все-таки нагрудник. И, возможно, нам он пригодится. Бутылочки и молокоотсос у нас АВЕНТ. Я наслышана об этом. Наши друзья, которые уже дважды родители, они пользуются именно этими бутылочками. И не знаю, как насчет молокоотсоса. Но дело в том, что я действительно наслышана. И я верю тому, что это действительно качественная, хорошая продукция. Поэтому у нас есть две бутылочки АВЕНТ. И есть молокоотсос, в котором есть еще, по-моему, две бутылочки. Не знаю. Ну, бутылочек нам, конечно же, много не надо пока что. Пока мы еще будем маленькие. Тем более, я все-таки рассчитываю на грудное вскармливание. Очень надеюсь на то, что у меня получится это сделать. Хотя, если честно, грудное вскармливание пугает. Нет, я в том смысле, что ничего кушать нельзя. Это же вообще каторга просто. Пустышки у нас есть разные. Здесь есть три латексных пустышки и одна силиконовая. Знаю, что латекс вызывает у некоторых где-то к аллергию. Но, в принципе, это не так часто встречается. Насчет силикона не знаю. В общем, поэтому взяли и то, и другое. Мы посмотрим, как пойдет. И есть у нас такие держатели для пустышек, чтобы их, не дай бог, не уронить, не потерять. И ничто с ними не случилось. Кроватку, которую я обещала показать. И я ее собираюсь показать прямо сейчас. Сама по себе кровать выполнена в светлых тонах. И это все очень компактно складывается. Я не буду показывать, как, потому что мне не очень удобно это делать. Но что здесь есть? Снимается пеленальный столик. Здесь, значит, такая гипнотическая штучка для того, чтобы мы расслаблялись и засыпали. Также идет чехол, в котором можно переносить саму кроватку. Что, кстати, очень удобно, потому что ее можно взять, например, с собой на дачу, в какую-то поездку. И ребенку не придется привыкать к новому месту сна. Мне очень нравится, что снизу, вот, получается, там 4 достаточно больших отсека для хранения, ну, например, детских вещей. Или, ну, скорее всего, да. Скорее всего, там я буду хранить детские вещи некоторые. В этой части есть такая панель управления. И здесь можно включить ночник. Что мне нравится, так это то, что здесь встроенный ночник. Можно включить звуки природы, звуки водопад, пение птиц, все такое. Можно включить таймер. И по таймеру будет работать, собственно, вся эта система. Также можно включить легкую вибрацию для того, чтобы малыш уснул. Ну, не уверена, что мы будем этим пользоваться, но посмотрим. И также здесь есть термометр, который показывает температуру воздуха в самой кроватке, вокруг кроватки. Что, на мой взгляд, очень удобно. И в этой части есть такой вот небольшой органайзер. Здесь можно, значит, хранить, ну, предположим, какие-нибудь там батные палочки, ватные диски, что-нибудь такое. Здесь можно хранить влажные салфетки. Таким образом они туда прощаются. И с той стороны можно хранить тоже что-нибудь типа того. И вот в этой части есть маленький такой органайзер, в котором я планирую хранить пайперсы. В общем-то, да, это были все покупки, которые у нас есть. И как только появится что-то новое, или если я что-то забыла, я обязательно покажу еще. И, конечно, у нас еще есть коляска, которую должны доставить завтра. Но про коляски я сниму отдельное видео, потому что у нас уже есть некоторый опыт в приобретении колясок, в выборе колясок. И я очень хочу поделиться с вами этим. Да, я надеюсь, это видео было вам интересным, полезным, информативным. Ставьте пальцы вверх. И, конечно же, увидимся уже очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok